Всем привет дорогие друзья! С вами Маракаси и вы смотрите новую рубрику, в которой я буду показывать вам танки, которые возможно будут у нас в будущем. То есть это те машины, которые например будут в сборной Европы или в новой ветке, там например Италии и так далее. Естественно, это не точная информация, это всего лишь мои домыслы. Информации проверенной у меня нету и всю инфу я нашел просто в интернете. И предполагаю, что возможно такие танки могут быть. И первый танк, о котором мы поговорим, это шведский средний танк Стритцвагн 74. Выпускался он фирмой IB Land Squierk в 1957 до 1960 года. Выпущено было 113 машин, что согласитесь не так уж и мало. Итак, боевая масса этого танка 26 тонн, экипаж 4 человека, вооружение 75-мм пушка Bofros L-60 и также 2 пулемета 8 мм. Бронирование корпуса 40 мм, лоб башни 55 мм. Двигатель карбюраторный 607 л.с. Скорость по шоссе 45 км в час. Немного истории этого танка. В 1950 году Швеция купила партию танков Центрион у Великобритании. Им дали наименование Стрви-81. Соответственно, там 83-мм орудие. И Стрви-101. Там было 105-мм орудие. И именно этот танк должен был заменить устаревший М42, но шведам очень не хотелось расставаться со своими надежными и уже отработанными промышленностью танками. Поэтому в 1955 году был разработан план новой башни. И там было 75-мм орудие. И уже как раз в 1957 году был выпущен этот танк с новой башней. И как раз его назвали Стрви-74. Ну то есть это сокращенно Стритсвагн-74. Могу предположить, что скорее всего данный танк мог бы быть на 6-м-7 уровне в сборной Европы. У него было бы скорострельное орудие с маленьким альфа-страйком. Бронирование тут довольно слабое. Ну может быть только если башня рикошетная. Скорость у танка должна быть хорошая. Быстрый разгон, судя по мощности двигателя. Но при этом небольшая максималка. Следующая машина, о которой мы поговорим. Это тяжелый итальянский танк Аэро Армату ПС-43. Или его чуть улучшенная версия ПС-43 БИС. С 90-мм орудием. Проектирование этого танка началось в 1942 году. Фирмой Ансалду. Но вот в 1943 году проект был отменен. Потому что Италия капитулировала. И новое правительство Италии уже не имело возможности разрабатывать этот проект. А Германия посчитала этот танк устаревшим. В итоге был создан только деревянный макет масштабом 1 к 10. Боевая масса этого танка должна была составлять 30 тонн. Экипаж 4 человека. Вооружение 75-мм пушка. Или в улучшенном варианте 90-мм пушка. 2 8-мм пулемета. Бронирование лоб башни 100 мм. Лоб корпуса 100 мм. Борта 50 мм. Корма 40. Крыша 20. Днище 20 мм. Двигатель 12-цилиндровый. Мощностью 420 лошадиных сил. Максимальная скорость 40 км в час по шоссе. Но вряд ли этот танк мог ее нормально развивать. Немного истории этого танка. В ходе работ над новым проектом среднего танка П-26, П-40 было решено создать новую альтернативную машину. Тогда еще в конце 1941 года уже итальянцы хорошо знали о строении среднего советского танка Т-34. И особенно их заинтересовала ходовая, а также наклоны брони этого танка. И на основе этой информации уже было решено создать новую боевую машину. Как и предполагалось, корпус, который был полностью создан с нуля, имел рациональные углы наклона бронелистов. И броня была в целом гораздо лучше, чем у среднего танка, который производился ранее этой же компанией. Толщина бронелистов башни и лба корпуса должна была составлять 100 мм. Борта 50 мм. Но главное отличие от среднего танка было орудие. Устанавливалась 75-мм пушка, а также на второй вариант ставилась 90-мм пушка. Ну, как я говорил ранее. Таким образом, по некоторым параметрам, новый итальянский танк должен был превзойти Т-34. А также приблизиться вплотную к Пантере. Но стоит отметить, что на П-43 устанавливался очень слабый двигатель, всего 420 лошадиных сил. И он был рассчитан всего на 18-30 тонн. А наш танк весил не меньше 30 тонн. Поэтому скорость, скорее всего, была бы довольно посредственная. Итак, предположительно, этот танк мог бы быть у нас в игре на 6-7 уровне. И у него было бы довольно неплохое орудие. Если 90 мм, то, наверное, скорее всего, там небольшой альфа-страйк, но и не маленький. Также было бы неплохое бронирование. Но, в целом, конечно, я сомневаюсь, что оно очень сильно бы держало удар. Хоть и итальянские разработчики планировали там сделать хорошие углы наклона брони. Двигатель, как я уже сказал, слабый. И в итоге, наверняка, этот танк был бы не очень-то и быстрый. Ну, написано, что он до 40 разгонялся бы. Ну, может быть, но очень медленно, скорее всего. И на этом все, дорогие друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. И не судите строго эту рубрику. Все-таки я раньше никогда не интересовался танковой историей, танкостроением. Ну, может быть, только если совсем немного. А тут пришлось довольно много информации искать об этих танках. И, надеюсь, данная рубрика вам понравится. Если будет много лайков, то обещаю сделать вторую часть. И на этом все, друзья. Желаю вам всего самого наилучшего. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. С вами был Маракаси. До скорых встреч, друзья. Пока.